Музыка Хотел бы продолжить мысль ведущего докладчика об исторической памяти, о важности этого феномена. Месяц назад мы в нашем университете, историки и политологи, провели большую конференцию «Владивосток. Возвращение». 25 октября закончилась гражданская война на Дальнем Востоке. И с эскадрой адмирала Старка белые движения уходили в Китай, Манчжурию, Шанхай, Австралию. Также с сухопутным путем через Амур, через Усури. Тысячи-тысячи русских людей, интеллигентов, казаков, преподавателей входили в исход. Но вы знаете, что русская эмиграция, вообще эмиграция первой волны, после революции, гражданской войны насчитывает по неполным данным около трех миллионов человек. И об этой эмиграции, культурной части этой эмиграции, как культурно-эссидическом феномене, более-менее все известно, написано. Были крупнейшие центры русской эмиграции в Европе, Праге, Белграде, Париже, Берлине. Менее известно, восточная лет русской эмиграции. Я хотел бы немножко сказать исторический и культурно-эссидический феномен именно восточной лет русской эмиграции. 500 тысяч оказались в Манчжуре, в Китае, в Шанхае, в других городах Поднебесной русских эмигрантов. Причем среди них были яркие фамилии, представители велико-русской древолюционной еще культуры с большими именами, учителя, профессора. Ну, скажем, с нашего университета, ГДУ, он тогда назывался, не ДВГУ, не ДВФУ, а ГДУ. 300 студентов и среди них 50 преподавателей, известные юридической школы, исторической школы, ушли в эмиграцию, основали в Харбине несколько вузов. Культурная эмиграция была представлена богатой деятелем культуры. Вертинский, Шаляпин, Алехин-Шахматист, Арсений Несмелов, Лариса Андерсон. Десятки-десятки поэтов, крупных прозаиков, ученые. Я на примере исторической школы, раз мы здесь, большинство из нас историков, хотел сказать, Центра исторической науки, научной школы исторической, здесь не сложилось, как в Европе, в Париже. Русская интеллигенция не сумела. Они были разрознены, но почти 80 историков, профессоров Томского университета, других университетов нашей страны, имена, которые известны были еще до революции Владивостока, оказались в эмиграции. Среди них Широкогоров, такой крупный был историк, основатель теории, этнологии. Такие историки, как Панкратов, Крисперов, Рязановский, Никифоров, Всеволод Иванов, один из авторов евразийской концепции, исторической евразийской, но известной евразийской, свою концепцию здесь в Европе создавали. Он с оттенкими восточными мотивами продолжал развивать эту совершенство евразийскую концепцию, историческую, на Востоке, в Китае. Вот Святая Русь концепция продолжала развитие с Банчжури, русскими учеными. И много они написали трудов, издавали десятки журналов. Сейчас рубеж журнал Владивостоке возобновил свое издание. Он выходил в Манчжури, где русские деятели культуры, эмигранты, издавали свои труды, литературу, написали, публиковали. Сейчас мы его восстановили, он опять выходит. Мы публикуем стихи, произведения русских писателей, эмигрантов, которые творили 20-40-е годы, первую половину 20-го века. Они как бы в память нашу историческую сейчас, вот эти эмигранты, деятели науки, культуры, возвращаются своими произведениями, своими стихами, работами. И мы по крупицам собираем вот эти работы. Публикуем то, что не было публиковано. Многое сгорело. В годы культурной революции в Китае, видно, сжигали, считая, что это белое наследие культурное. Надо сказать, что до сих пор китайские власти не открыли архивов белой эмиграции, русской эмиграции. Ни в Шанхае, ни в Харбине, ни в Танзине, ни в других городах. А архивы были очень богаты. Русские историки, этнографы, ориенталисты, востоковеды, культурологи собирали коллекции, собирали книжные хранилища, библиотеки богатые. Знаменитая библиотека КВЖД была, она была разграблена. По неполным данным, сейчас в столице провинции Дзилень, Кунчуни, остатки этой библиотеки, но нас туда не пускают. Мы обращались через нашего посла Денисова в Пекине на конференции, через консула в Шиньяне. Мы обращались от исторической общественности, обращались от историков Дальнего Востока, чтобы исследователи спустили к архивам библиотекам, тем недоступным, которые сохранились там. Вот мне хотелось бы сказать, что наша конференция, она очень актуальна сегодня. Безусловно, надо помнить о тех людях, которые, по сути дела, представляли Россию номер два, ее культурный огромный класс в эмиграции. И их труды, их произведения надо изучать, студентов привлекать к этому, потому что это много ценного, хорошего они создали. Это важное, большое духовное наследие нашей страны. Нельзя разделять эмигрантскую культуру от советской, от современной культуры. Это часть нашей общей большой российско-русской культуры. Спасибо. Спасибо большое, М. Федорович. Есть ли какие-то вопросы у коллеги? Можно? Да, пожалуйста. Вы узнали, Сергей Михайлович, в какую работу, в свою концепцию ритмичности. Скажите, пожалуйста, если вспоминать противостояние, политичность, на котором он делает акцент, актуально ли она будет для современности или неоднозначность с Вашей точки зрения? Я считаю, что, конечно, актуально. Владимир Широкогоров, профессор нашего университета, я удивляюсь, почему до сих пор памяти на дальнем стуке ему нет. Он создал оригинальную антропологию и теорию этнологии, конечно, в решении такого сложнейшего вопроса, самого сложного, запутанного, как национального вопроса, национального отношения. Его учение, его наследие, оно до сих пор еще не осмысленно. Кстати, в Европе, в Америке его труды, потому что они в эмиграции на английском языке издавались, на немецком, он своими трудами больше известен на Западе, чем у нас. Нам надо его еще изучать. В любом случае, в этом сложном вопросе национальных отношений, в этнополитике его труды пригодились бы сегодня. Просто надо глубже копать и заработать. Спасибо большое, Владимир Федорович.